6 ноября президенту Федерации традиционного УШУ Республики Абхазия, главному тренеру сборной Абхазии по УШУ и рукопашному боево грамму Балабековичу Алексанян исполнило 70 лет. Съемочная группа Гагрского телевидения побывала в гостях у тренера и узнала много интересного из его жизни и деятельности. Гаграм Балабекович Алексанян Здравствуйте! Здравствуйте! Добро пожаловать! Гаграм Балабекович живет в поселке Цандрипш. Его дом здесь знают все. Можно сказать, что он самый приметный, так как спортсмен, начиная с забора, оформил все под стиль восточных единоборств. Вот этот участок за трудовые заслуги я получил от Сергея Васильевича Багапша. И пришлось мне строить дом, поскольку у нас не было спортзала. У меня был очень хороший, отличный спортзал, но, однако, забрали. Это бывшая грузинская школа была. Пришлось мне мой дом превратить в спортивный центр. Поскольку мы очень тесно сотрудничаем с российскими командами, сборными командами, и они постоянно приезжают к нам, по ходу отдыхают и делаем учебно-тренировочные совместные тренировки. И они уезжают снова у себя. А когда мы едем к ним, они тоже очень хорошо принимают нас, как мы всегда, как обычно, принимаем на высшем уровне. И я, мой дом, решил, чтобы все делать на оформлении традиционного ушу. И поэтому это мой все дизайн. Все это я своими руками делал, чтобы приехали команды по традиционному ушу России, чтобы им тоже поднялся у них стимул тренировки, совместные хорошие тренировки, поскольку и мы довольны бываем. И они тоже очень довольны уезжают от нас. И поэтому я решил, чтобы весь мой дом оформлять по традиционному ушу Востока, Китая. Вот это нижнее, которое из дерева иньян есть, оно по китайскому философию, оно вечность жизни. А наверху, которое есть тоже из деревьев, деревья сделано, это мои ученики деревьев, которые занимаются такими деревянными изделиями, скульптурами. А это наш стиль, это брусали, это джеки-чан, шаолин, канг-фу. И посредину это по-китайски называется ушу. На китайском здесь букве, иероглифе написано, внизу там объяснение, терпение, путь, а следующему тоже иероглифе, тоже обозначает верхнее учение, а внизу это победа. Во дворе дома Баграм Алексанян к своему 70-летию построил мини-бар юбилейный, который символизирует не только день его рождения, но и появление на свет внука. Я, честно говоря, сам не плотник, никогда в жизни не общался с толярскими делами, но очень люблю работать с деревьями. Это все, что сделано. Честно говоря, я решил здесь сделать бар. Почему? 1951 год рождения, это я, 70 лет, 21 год. А внизу у меня там написано юбилейный год, потому что родился у меня еще внук. Год юбилейный, мне 70, и родился мой внук. Вот сами себе подарок. Да, сами себе делал подарок. Да, и здесь, наверное, я думаю, вы уже угадаете, кто это, Чак Норрис. Чак Норрис где-то там в фильме, он как кобой, как он относится к боевым искусствам. Это карате, это Япония, поэтому я решил его сделать здесь. Ваграм Аликсанян приехал в Абхазию в 1994 году как специалист. В то время министром спорта Абхазии был Валерий Чинчорович Барцец. Благодаря их совместной работе вскоре в нашей стране стали набирать популярность такие виды спорта, как ушу и рукопашный бой. В 1994 году после войны я как специалист приехал в Абхазию и обращался в министерство спорта. Валерий Чинчорович был министр спорта. Мы с ними очень хорошо работали, очень хорошо. И вот начал я тихонечко создать федерацию. В 1997 году через Москву с разрешением России я начал открывать федерацию традиционного ушу Республики Абхазии. И после этого разрешения тоже зарегистрировал министерство юстиции Абхазии и создали мне эту федерацию. После этого и мы начали работать. Ваграм Алексанян воспитал три поколения спортсменов. Ребята благодаря тренеру участвовали во многих контактных боях, проводимых как в Абхазии, так и в России. Поскольку наш вид спорта контактный, мы стараемся участвовать в всех контактных боях. Это рукопашный бой МВД, это отдельные правила судейские. Рукопашный бой Армия, это отдельный рукопашный бой. И полноконтактный рукопашный бой, который, можно сказать, грубо будет, но хуже, чем бои без правил. Почему? Пару слов я объясню вам. Потому что в боях без правил нельзя бить затылок, нельзя позвоночник бить и добивать в партере. А полноконтактным рукопашным боем трое можно и позвоночник, и затылок, и добивать ногами в партере. Многие ученики Ваграма Алексанян, получив высшее образование, стали работать в силовых структурах страны, являются хорошими специалистами и пользуются уважением. Мои ученики все сейчас работают в силовых структурах. Первый ученик у меня был Кварча Бесик, Беслан, который впервые, значит, в 1999 году, первый из Абхазии, который выступал по боям без правил. Это было в Сочи, в цирке. И первый ученик, это был он. И он и был в охране президента. Еще горжусь у меня Агумава Бадра, который сейчас работает начальник смены пограничник. Очень хороший ученик был, очень хороший и очень перспективный. Он тоже участвовал в многих соревнованиях и очень хороший результат имели. Есть и в следственном отделе работал Бея Астамур. В МВД тоже работают многие, могу сказать, около, наверное, 12-13 человек. Так как многие страны еще не признали Абхазию, Ваграм Алексанян не может выезжать со своими спортсменами в европейские или азиатские страны. По его словам, им повезло, что в России не раз проходили чемпионаты мирового и международного значения, в которых абхазские спортсмены становились победителями. Мы большинство участвуем в тех всех международных турнирах, которые проходят в России. И поэтому нам повезло, чтобы провели здесь чемпионат СНГ, чемпионат Азии, чемпионат Евразии, чемпионат Европы и чемпионат мира и Кубок мира. В всех этих соревнованиях у нас были очень хорошие результаты. У меня есть чемпионы России, чемпион Кубка России. И СНГ недавно, уже в этом году, могу сказать, чтобы мы выиграли командами второе место Кубок мира. Это было четыре месяца назад. И вот на днях, буквально, наверное, дней 15 назад, уже тот соревнований был полноконтактный рукопашный бой. А этот раз мы участвовали в армейском рукопашном бойе, тоже чемпионат мира. И у нас двое взяли серебро, тоже у нас призеры мира. На сегодняшний день ученики Ваграма Балабековича, Рауль Хазарджан и Артур Акапян показывают хорошие результаты в спорте. Так отметил тренер, он возлагает на них большие надежды. Перспективным у меня сейчас уже 8 лет занимается у меня Хазарджан Рауль, который отслужил, приехал. Он и стал серебряным призора Кубка мира и серебряным призора по армейскому рукопашному бою. Акапян Артур. У нас с нами участвовал Аграба Энри на чемпионат мира. Он тоже стал чемпионом миром. Он завоевал поезд чемпионата мира. Очень перспективный молодой спортсмен. И вот так мы стараемся участвовать на таких уровнях соревнований. В группу Ваграма Алексанян записываются дети с 8 лет. И до окончания школы активно занимаются спортом и участвуют в различных турнирах. С 8 лет у меня есть группа, которая занимается до 12-13. И с 12 до 18, пока они идут или учиться в институт, или идут в армию. Абаграм Балабекович 40 лет отдал тренерской деятельности. Сам неоднократно становился победителем мировых международных чемпионатов. Я очень много участвовал на соревнованиях. Сам мастер спорта по вольной борьбе. И за что у нас бывают хорошие результаты. Потому что я вставляю ударения на броски. Большинство я их учу бросковой техникой. За счет чего и мы выиграем в всех таких крупных соревнованиях. Потому что мировая практика показывает, что все чемпионы по боям без правил, все вольники. И поэтому на эту базу я стою и работаю. В доме тренера выделено отдельное почетное место для кубков. Ими особенно дорожит учитель. Это все кубки, все командные. Значит, два большой кубок. Вот это чемпионат мира. А следующий кубок мира. Который мы в этом году 3-4 месяца назад выиграли. Командно третье место чемпионат, кубка чемпионата мира. Остальные все российские кубки, чемпионат России, кубок России, Евро-Азии, СНГ. Все международные турниры. Ваграма Алексаняна и его воспитанников поддерживают как комитет по спорту администрации Гагарского района, так и спонсоры, кому не безразлична судьба традиционного ушу и рукопашного боя. Все соревнования спорткомитет не сможет нам помочь, поскольку нету такое средство финансовое. Помогают нам родители. Имеют друзья, свои друзья, которые нас спонсируют, помогают постоянно. Кандакчан Руслан, Акопиан Эдуард, которые помогают нам все это поездки. Благодаря их родителям и их спонсорам мы участвуем в очень многих соревнованиях. Год один-два раза только спорткомитет может нам помочь по финансовому. Остальное мы создаем сами. Чтобы держать федерацию, чтобы его не потерять, потому что мы уже вышли на международную арену. Очень хорошее уважение имеем мы сегодняшний день в мировом арене. Это пусть громче не звучит. Я могу сказать, что наша федерация, традиционно в Ушу Республики Абхазии, находится в пике. И сегодня, поскольку мы очень тесно сотрудничаем с российскими командами, их приглашаю к нам и отдыхать, и совместные тренировки провести, чтобы на будущее, чтобы у нас было хорошее отношение с Россией. Поэтому пришлось вот тот участок земли, который я получил от президента Абхазии, пришлось мне все делать внутри, создать такую условию, атмосферу, чтобы приехали команды из России, и чтобы они довольны отсюда уехали. Совместные тренировки перед домом у меня маленькая здесь есть площадочка, на улицу, которая асфальтирована, это все нарочно я делал, чтобы мы могли хотя бы тренировки провести здесь. И еще я не могу сказать, не могу не сказать, хочу сказать, на берегу Борья. Есть разброшенный, наверное, лет сорок назад дом культуры, который находится возле моря, сразу возле берега. Мы с родителями разброшены совсем, двери поставили, восстановили. Летом приходится нам тренировки провести возле моря, на берегу моря. Ваграм Аликсанян с гордостью рассказал и о своем ученике Аляси Чанба, который продолжает его работу в Гудауте. Вот у меня есть очень хороший ученик, который он тоже был призером Евро-Азии. Он стал чемпионом Кубка России и сейчас он закончил университет физкультуры. Теперь, поскольку он отсюда далеко живет, в Гудаутах, теперь он тренирует, команду имеет по рукопашному бою. Даже когда он в Москве, который в Ледовом дворце прошел это соревнование, после того, что он стал чемпионом Кубка России, его наградил именно великий, можно сказать, артист Галькин, который дал набойщики в фильмах, он вышел. Как зовут вашего ученика? Чанба Аляс, он тоже у меня тренировался 8 лет. И его двоюродный брат Чанба Мизан, он тоже стал чемпионом России. Они два брата были и они тоже занимались вместе. Он приезжал, каждый тренировок с Гудауте сюда, обратно домой. Ну вот сегодня, на кого вы можете положиться, кого вы хотите после себя оставить? Ну, честно говоря, я пока не определился. Надо после меня оставить такого человека, чтобы он мог продолжать мое дело, поскольку я основатель рукопашных боев четырех видов. Четырех видов. Это сложно будет, потому что разные федерации, армия, МВД, бои без правил, полноконтактный рукопашный бой и федерация традиционного больше. Это очень сложно, конечно, это адский труд, и поэтому хотелось бы после всего, после 27 лет, оставить такого заслуженного спортсмена, чтобы он мог продолжать наши дела. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok